Праздник Шаваот И этот праздник, он очень необходимый. Я назвал Шаваот, это прообраз мессианской общины. Для тех, кто у нас в первый раз, или же вы в еврейской мессианской общине, где евреи и неевреи вместе, вы поймете, почему этот праздник очень-очень важен вообще по идее, и почему мы находимся вот здесь в собрании. Как мы говорим, вот уже ищут им праздники Шаваот, название такое странное, как Давид, который играл у нас о Виве. А он говорит, а что такое вопрос Шаваот? Странный вопрос, да? Мы на иврите, значит, означает семь. То есть Шаваот, это семь, и всем по семь. То есть сорок девять дней. И попросту в христианском календаре этот праздник называется Пятидесятница, или же, как мы в более простонародье говорят, Троица. Конечно, Троицу можно трудно найти, но можно, если очень захотеть. В сущности, этот праздник является связующим праздником в этой череде библейских праздников. И поэтому я называю этот праздник нескольким последователем продолжения Пасхи, или Песоха, и первых плодов. Хотя и Шаваот означает первые плоды, как бы основные, но я немножко с вами пообщаюсь по этому поводу. Это весенний цикл праздников Господних, где символом является искупление, где основной фокус сконцентрирован на спасении. О чем я? На Песох, если вы понимаете, о чем я говорю, мы говорим об искуплении еврейского народа из рабства. Также на Песох, либо Пасха, мы говорим о том, что Машиях, или Ишуа из Назарета, был распят, был принесен как бы в жертву за грехи всего человечества. И мы это хорошо понимаем. Конкретно он был наказан за грехи наши в это время, когда приносили в жертву ягнят. И воскрес он из мертвых на праздник, который мы называем отсчет Омера. На следующий день, через день после Пасхи, начинается отсчет, мы называем это с пятидесятницы, отсчет Омера. В этот праздник, в этот праздник приносили горсть ячменя, первого ячменя, который был принесен Богу. Послушайте внимательно, о чем я говорю. Поэтому мы говорим о том, что Ишуа был первенец из воскресших. Это один из праздников, когда приносили ячмень перед Всевышним. И потом Шаваот в библейском понимании, это не праздник, когда Бог дал Тору. Нету такого понимания, вот, даю тебе Тору, празднуй ее. Понимаете, о чем я говорю, да? Или же это не основной праздник, когда Бог говорит, вот этот праздник Шаваот. То есть, этот праздник не говорит о том, что в этот день сойдет Дух Святой, и будете праздновать радость Святого Духа. В своей основе Шаваот является тем важным праздником в календаре, где все люди, евреи, должны были приходить в этот праздник, в Иерушалаем. Можно сделать мой звук, где-то там я, чуть-чуть другой. Приходите в Иерушалаем для того, чтобы поклониться Богу своими дарами. Но смотрите, какие дары. На этот день приносили сно, пшеницы, нового урожая. И называлось это Бекуим. И все остальное, что уже прилагалось, и Тора, и все остальные переживания, делались важными для формирования Божьей общины. Второзаконие 16.10. Тогда совершай праздник седмин Господу Богу твоему, по усердию руки твоей. То есть, давай, сколько ты дашь, смотря по тому, чем благословит тебя Господь Бог твой. И веселись перед Господом Богом твоим. И ты, и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и рабыня твоя, левит, который в жилищах твоих, пришелец, сирота и вдова, которые среди тебя, на месте которой изберет Господь Бог твой, чтобы пребывало там имя Его. Помни, что ты был рабом в Египте, и соблюдай, и исполняй постановление сии. Другими словами, продолжительность исхода и праздник седмин, или же шаваот, пятидесятницы, это продолжение той радости, которую Бог дал во время выхода из Египта, и искупления от наших грехов. Шаваот был праздником благодарения, даяния Господу. И как мы видим, от того, что я уже прочитал, что именно это нужно было давать с радостью, с весельями. То, что мы сегодня даже смогли благословить семью, которая нуждается в операции, является тоже особенным даром в этот праздник. Это веселье и приношение Богу даров, и касалось это всех, всех в земле Израильской. Данное повеление касалось не только евреев, но и тех, кто поселился среди Божьего народа. Поэтому праздник шаваот, как и всем до нас, то есть здесь есть евреи и неевреи, является праздником общим. И евреи и неевреи должны были радоваться и давать искренне Богу. Вот этот праздник не был праздником индивидуальным, то есть выделение какой-то нации из евреев или неевреев. А особенно это было искренним, удивительным равенством свободы даяния Богу из того, чем Бог благословил их. И это был праздник Господень. Традиционно в синагогах читают книгу Руфь. И сегодня, вот сейчас вот ее зачитывают, как прообраз богорасположения. Я думаю, что это весьма символично. Это величайшая картина будущего еврейского народа. Фактически, если так посмотреть, то через то, что наш народ прошел, через ассимиляцию, восстановление, через изгнание и все остальное, некая картина в книге Руфь и голод, и преследование, и унижение. Это картина восстановления. И я верю, что это величайший прообраз для того, чтобы еврейский народ мог и был способен жить посреди всех остальных народов. И наоборот. Это прообраз мессианской общины, которая стала возможна только через Ешуа и его жертвы на Голгофском кресте. Это рожденная новозаветная община в праздник Шавот, где евреи и неевреи служат и поклоняются Богу Авраама и Цаха Иакова. Книга Руфь раскрывает нам эту глубину. И послание к Ефесянам 2.15 говорит. «Упразднив вражду плотью своей и закон заповеди учением, дабы из двух создать себе в самом одного нового человека, устрояя мир». Поэтому я говорю сегодня это послание ко всем. И знаете, существует очень много таких. Почему должна существовать мессианская община? Почему такая идея мессианской общины должна быть? Почему евреи не могут только сами собираться? А вот те, кто не евреи, что должны быть среди вас и как-то еще смешиваться. Вот здесь открывается в этой книге, в этом празднике полнота того, что Бог усмотрел среди этого мира. И это прообраз многонациональной вообще Украины. Вы мне скажете, а при чем здесь Украина? Давайте посмотрим. И при чем это, знаете, где евреи могут жить свободно? И если вы знаете, хасидизм современный, или же вообще хасидизм, зародился на Украине. Или, можно сказать, в Украине, да? И некое присутствие еврейской составной в Украине, оно явно. Поэтому я буду говорить о том, что книга как раз раскрывает прообраз многоациональной современной Украины, где евреи могут жить среди неевреев, даже стать героями современных перемен. Потомками и патриотами украинской армии. Некоторые евреи попали в эту сотню, которая была расстреляна на Майдане. У нас сегодня и президент, тоже человек. Понимаете, что я ему говорю? Книга очень интересная. Руфь, она открывает вот эту полноту и возможность понимания работы и жизни среди других народов. Во-вторых, события, описанные в книге Руфь, разворачиваются на фоне жатвы, ячменя и пшеницы. И это происходит в Израиле, когда вот во время шаваота, вот именно в эти праздники. Поэтому во времена храма евреи совершали в этот день специальное приношение. Ввиду двух буханок хлеба, пшеничного хлеба, приносили и перед Богом, и как бы потрясали. Из новой, именно нового урожая, новая мука. Также это символично, как два народа. Существует глубокая внутренняя связь между шаваотом и праздником дарования Торы. Очень сильная связь. И это пересекается, или отвлекается в книге Руфь. Смотрите, книга Руфь начинается с того, что мужная мини Элемеллах, вместе со своей семьей перебирается из Иудеи в Маав, спасаясь от голода. И вот здесь интересная вещь, потому что переехать-то можно. А вот там, как устроиться в другой стране, не совсем было понятно из Торы. Фактически понятно, жениться на Мавитянках или на других народах нельзя было. После смерти мужа и сыновей, Наоминь, вдова Элемеллаха, решила вернуться в родной Бетлогем. Вместе со своей вдовой, невесткой. Вот я хочу, чтобы вы услышали, о чем я буду говорить. Однако вскоре и их постигла беда, потому что, хотя голода уже не было, а пропитания, с чего питаться, тоже не было. Их поля были не ухожены, они заросли, и питаться необходимо. Тогда Руфь отправляется собирать на поля колоски, забытые или брошенные жнецами. Фактически это было поле или поля, где нужно было по Торе оставлять край поля для бедных или же для нуждающихся. «Когда будешь сжать жатву на земле вашей, не дожина до края поля твоего, и оставляющего от жатвы твоей не подбирай. Виноградника твоего не обдирай до чиста, и падших ягод от виноградника не добирай. Оставь это бедному пришельцу». Писание говорит о том, чтобы быть именно открытым на даяние, быть человеком, чтобы можно было ближнюю тому уделить. Удивительное сходство вот этой ситуации мы можем найти в Брит-Хаташа, в Новом Завете, где Иешуа проявляет характер Ваоза, потому что Ваоз очень интересная личность. Я потом к нему вернусь. Но, смотрите, Матфея 15 глава, 22 стих. Внимательно посмотрите. «И вот женщина, хананитянка, да, хананьянка, выйдя из тех мест, кричала ему, «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». То есть она шла, выйдя, и кричала ему, «Сын Давидов, помилуй меня, помилуй, потому что не могу жить, дочь моя беснуется». Что происходит там, я не знаю. Ну, любая мама, у которой дети в ненормальном состоянии, понимает, что эта жизнь не жизнь. Правильно, да? И следующее, но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, просили, «Отпусти ее, потому что кричит за нами». То есть им было стыдно. Им было стыдно. Они, как нормальные ученики, шли с учителем, а тут идет женщина и кричит. И им стыдно было, что это не еврейка, орет сзади и кричит, «Помилуй меня». И они говорят, «Слушай, Рэбе, ну, пожалуйста, отпусти ее, тут, ну, как бы, ну, неудобно как-то становится». Следующее. Он сказал в ответ, ну, знаете, вот этот спор такой. Они говорят, «Ну, отпусти». А он говорит, «Я послан только к погибшим овцам дома Израиля». Заявляет, говорит, «Что вы от меня хотите? Я послан погибшим овцам дома Израиля». То есть, другими словами, «Вывести из Египта народ Божий». Правильно? Я только к ним послан. Следующее. Она, подойдя, кланялась ему и говорила, «Господи, помоги мне». Он же сказал в ответ, «Нехорошо взять хлеб у детей против псам». Услышьте. Вы скажете, какая же разница здесь? Вот то, что ты прочитал о поле, которое нельзя так, ну, как бы полностью скашивать, оставлять нужно. С тем, что происходит здесь. Послушайте. Он говорит, невозможно. «Нехорошо взять хлеб, хлеб пшеничный, помните, в пшеницу, и бросить псам». Она сказала, «Господи, но и псы едят крохи, колоски, которые падают или оставляются с поля или со стола господных». Помните, Руфь? Она пришла и могла собирать то, чтобы оставлялась Богом заповедь, закон. Оставлять, чтобы можно было взять. И не было разницы, не было разницы в этом, какой национальности будут бедные люди. Израиль был таким образом построен, законом Божиим, что закон действовал на всех. Если пришел пришелец, чужой человек, он имел право подобрать то, что Бог говорит, ты должен оставить. И Ишуа говорит следующее. Тогда Ишуа сказал в ответ, «Женщина, велика вера твоя». Он говорит, «Даже то, что по закону можно оставлять, дай мне крохи, дай мне колоски, дай мне надежду, которая есть». И он говорит, «Вера твоя спасла тебя». Поэтому, когда Ваос, владелец поля, который был еще родственником, обнаружил на своем поле не только своих родственников, он получил понимание, что там есть другой человек, которого нужно спросить. Кто она? Что она здесь делает? Конечно же, ему объяснили, почему это происходит. Потому что не просто так можно было прийти и собрать что-нибудь. Человек должен быть достойный собрать этот хлеб. Не каждый мог прийти. Только тот, кто беден и подходит под эту статью бедности, мог прийти и собрать этот хлеб. Слово «руд» вообще с иврита никак не переводится. Но там есть три буквы. Есть «рэш», «ваав» и «таф», означающие «насыщение». А вот имя Ваос, «баос» мы на иврите, в нем сила. Вот в этом имени есть сила. По закону Тору человек, имеющий определенный минимум средств, имел право прийти. И поэтому Ваос хотел удостовериться, что этот человек, который пришел на его поле, достоин пойти и взять то, что остается. Кстати, я как говорил, национальность руд не имела никакого значения. И об этом даже говорит Мишна, что каждый человек имел право взять то, что ему принадлежало от Бога. Позволив руд остаться на поле и собирать колоски, Ваос поступил строго по закону. Он ей позволил. Это по закону. Однако, послушайте, я буду следующие говорить, очень интересные вещи. Однако, дальше начинается нестандартное по закону действие Ваоса. То, чего в законе не прописано. Следующее. Он сначала разрешает молодой вдове пить воду вместе с его работниками. Записано это в книге Руф, 2 глава, 8 стих. Затем предложил ей поесть. И еще более того, он поделился своим провизией, провиантом. Это записано в Руфе, 2 глава, 14 стих. Ни один закон не предписывал подобного поведения к иностранцу, то есть иноплеменнику. Закон Моисея в этот момент не описывает эту часть. Да, она может, а вот благочестие или же расположение человеку, вот, очень важно. То есть делать больше. После Дня Пятидесятницы ученики, которые были крещены Духом Святым по обещанию от Мессии, не могли представить, как этот дар Божий, который имели они от Бога, мог каким-то образом быть заимствованы. Или, как бы, пользоваться язычниками могли бы. Они вообще не понимали, что происходило. И Деяния апостола услышали, что братья, да, что язычники приняли Слово Божие. У них сразу такое состояние. Каким образом? Чего язычникам получать то, что нам принадлежит по праву, по закону. И Петр сначала пересказал им по порядку. Когда же начали говорить, сошел на них Дух Святой, как и на нас в начале. Тогда вспомнил нас Слово Господа, и он, как он говорил, Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым. Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверующим в Господа и Ишуа, Мессию, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу? Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря, «Видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь». Интересно, покаяние в жизнь. Согласно Торе, бедняк может подбирать те колоски, которые жнецы случайно уронили на жатве. Согласно Торе, согласно закону, можно подбирать только то, что уронено. Однако Ваоз, служите внимательно, начинает что-то другое. Он говорит своим работникам, чтобы они немножко больше кидали. О чем я? Есть закон, по которому действует. Больше, чем ты делаешь, чем закон, начинается уже благодать. Ваоз понимает, он не то, что влюбился в нее, он понимает, что то, что женщина сделала, это для своей свекрови достойно большего. И он делает вне закона. То есть по закону он позволяет, и потом говорит чуть-чуть больше. Помните, вы говорили, дал воды, дал еды, теперь, говорит, еще больше оставляйте. И это очень важная тема. Он говорит, от снопов откидывайте ей, оставляйте, пусть она подбирает. Этот жест исключительно добровольный. Проведя весь день на поле, Руд приходила домой с хлебом, то есть с подобранными колоссами и едой, которую оставлял ей Ваоз. Еврейское право признает различные виды родственных обязательств. Слушайте внимательно. Например, обязанности родителей по отношению к детям. Мы знаем, да? Детей по отношению к родителям, супругов по отношению друг к другу, и так далее, и так далее. Однако в законе Моисея у вдовы нет никаких формальных обязательств по отношению родителей ее покойного мужа. Такого обязательства нету. Она свободна. Формально язычница, вдова, не обязана была ничем перед еврейской свекровью. Абсолютно. Ничем не должна. Это как бы намек. Что не евреи нам ничем, ничего не должны. Помните, я могу тебе говорить, все нам должны. Нам никто ничего не должен. Не евреи, евреям ничего не должны. Но здесь, в этой книге, заложено благословение. Фактически, в этой книге существует тайна отношения, скрытая в глубинах Божьей любви. Это событие перехлестывается с Новым Заветом. Ведь в то время не понимали люди, как дальше действовать, что будет происходить. Они не понимали, что такое крещение Духом Святым. Апостолы не могли понять, как язычники могли претендовать на Святой Дух и вообще не имея в себе закона Моисея. Я не буду перечитывать все те места, которые записаны в Деянии Апостола, 15 глава. Но я хочу сказать, кстати, Ру в своем случае, она вообще как бы не претендовала быть вдовою еврейского мужчины. Ну, как люди любят говорить. Потому что это только вдова, которая еврейка и замужем за еврея могла претендовать на свое вдовство. Потому что мавитянки вообще в список запрета зашли. Или мавитяне. И когда пришло время, спорное время, потому что есть поле, нужно что-то делать. И Ваос делает нечий шаг, который ближнему родственнику дает право восстановить семя своего родственника, взяв жену, мавитянку, и поле, которое должно потом приносить какую-то ну, там, прибыль. И родственник, который отказавшись от этой сделки не нарушил закон. Вы поймете, о чем я говорю, да? И здесь очень-очень важное понять, что вся книга Руф заключается не в хороших или плохих людях, а в двух личностях, через которые Бог хочет показать будущее своего плана. Двое, Ваос и Руф, которые постоянно делают гораздо больше, чем предписано в законе. Мессианская община, в которой мы понимаем, что такое закон, но когда мы смотрим на него, да, нам нужно делать намного больше, чем предписывает закон. Любите ближнего. Да, Ишуа говорит, я говорю, любите врагов ваших. Вы слышите меня? Закон говорит по-другому. А Ишуа говорит, я говорю вам чуть-чуть больше, чуть-чуть больше. И Ваос, и Руф делают чуть-чуть больше, чем предписано в законе. И именно они становятся главными героями книги. Иными словами, через всю книгу красной нитью проходит мысль о том, что союз евреев и неевреев, как прообраз Нового Завета через Ишуа, не ограничен буквой закона, ибо порой человек должен сделать нечто большее, нежели просто исполнить правила. Жертва. Жертва друг за друга. Помните, что означает имя Ваос? Кто помнит, я сказал? А? Не Ваос. В нем сила. А имя Руд, еврейское, что, как бы, три буквы. Насыщение. А теперь сложите два этих имени вместе и переведите. Означает, в нем сила насыщения. В ком? В Боге есть сила, чтобы нас накормить, вдохновить нас. Таразаконие 8, 3 говорит, Он, смиряя тебя, томил тебя голодом, питал тебя манную, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что ни одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уз Господа, живет человек. Что это означает? Означает то слово, которое исполняется в Евангелии от Иоанна, 1 глава, 14 стих. И слово стало плотью и опитало с нами полной благодати и истины. И мы видели славу его, как единородного от отца. В этом контексте становится вполне понятно, почему традиционно предписано читать книгу Руф в собрании на Шаваот. Шаваот становится праздником для общины из евреев и неевреев. Этот день евреи получили Тору, действительно, и дар Святого Духа для верующих в Мессию евреев. И книга Руф напоминает нам о том, что сказал Иешуа и Рав Шаул. Иешуа говорит следующее, что не могли понять сами апостолы. Иоанна, 10 глава, 16 стих. «Если у меня другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привезти, и они услышат голос мой, и будет одно стадо, один пастор». Заранее Бог усматривал это. И послание киевистианам уже зачитывал 2 глава, 15 стих. «Упраздни вражду плотью своей и закон заповедей учением, дабы из двух соделать в себе одного нового человека, устрояя мир». И когда спрашивают вас, почему вы в еврейско-мессианской общине, потому что мы видим исполнение это в Писании, где мы будем вместе. Все сказанное мной, конечно же, это говорится вообще в мессианской общинах. Что мы делаем? Но хочу сказать, в этот день был дан Дух Святой, Руах, обещание. Пророческое обещание, которое было написано Иоилем. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушны вместе. И внезапно начался шум. И они пережили, мы называем, крещением Духом Святым. Зачем? Что это такое? Это одноразовое ли это переживание, которое произошло несколько тысяч лет назад? Или же это то, что должна община, его община переживать постоянно? Я хочу вам показать личность, которую Ишу оставил для нас. И Иль говорит, Таля глава 28 стих, и будет в последние дни, и зальет Духа моего на всякую плоть, и будут порочествовать сыны ваши, и дочери ваши, старцы ваши будут сниться сны, юноши ваши будут видеть видение, рабов и на рабынь в те дни и залью от Духа моего. Исполнение. Для чего? Для чего нам нужен Дух Святой? Какая причина? И Иоанн 14 глава, когда Ишу начинает об этом говорить, он закидывает такую нотку важности того, кто придет после. За 9 часов до его смерти, примерно, он начинает учить, говорить слово, которое дальше развивается в деяниях апостолов. Он говорит, да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте. Понимая сложность человеческих переживаний и дружбы, Ишуа заявляет в последние минутах о том, что даже если я вас покину, даже то, что произойдет, это очень важная часть, Бог усмотрел лучшее, Бог даст вам утешителя. 26 стих Утешитель же Дух Святой, который пошлет Отец во имя Мое научит вас всему, напомнит вам все, что я говорил вам. Интересно, о чем же Дух Святой вообще сегодня говорит? Что это за личность? И мы называем это некоторое слово используется параклитос, слово, которое помощник, и слово утешитель. И еще говорит, я говорю все это вам до того, как я с вами. Говорю, чтобы вы понимали, что вы переживете, это будет помощь, помощь для вас. Мы можем читать очень много мест Писания, которые говорят о Духе Святом. Другое имя это Хотеюс Нумал, то есть тот, кто будет вдохновлять, тот, кто будет защищать, тот, кто будет как адвокат, утешители, но знаете, он помощник в первую очередь. Он для нас помощник, он хочет нам индивидуально помочь в нашей жизни. Один из примеров. Он помогает мне в словах, которые я хочу сказать людям, подобрать словам. Вы понимаете, что я говорю? Дух Святой помогает мне говорить то, что я хочу сказать, потому что не от себя буду говорить, а от Духа Святого. То есть мы будем открыты. И быть искренним не означает, чтобы рубить с плеча. Искренним это значит говорить те слова, которые бы Ишуа сказал бы людям. И знаете, когда-нибудь вы переживали такое, когда вы общаетесь с человеком, он говорит о своих ситуациях, своих проблемах, как выйти из ситуации, которая попала, и вдруг приходит вам какая-то обыкновенная мысль, вы делитесь этой мыслью, этот человек говорит, точно, мне это нужно было. И это становится утешением для него, ободрением и наставлением сразу. Это не нужно было рубать, приходит после слова, которые Дух Святой дает для нас, чтобы люди использовали. Интересно, что Ишуа говорит о Святом Духе, как о помощнике. И этот помощник нас будет вести в трех сферах. Я зачитаю это Иоанна 8 глава. Он придя обличит мир о грехе и о правде и о суде. В трех вещах, которые Дух Святой будет наставлять каждого из нас. И мир. То есть о грехе, о правде и о суде. Конечно, вы скажете, это для мира. Но как бы я хотел бы сегодня, чтобы община, Церковь Божья приняла эти слова. Потому что я хочу сказать так прямо. Я не покаялся в здании церкви или же в собрании людей святых. Я слышал, что говорили. Я понимал, что Мессия мне нужен. Но мое покаяние, мое раскаяние пришло тогда, когда я понимал, что без Него я не смогу пройти тот путь, который у меня сложился. мои трудности. Я попал в ситуацию, какую-то проблему. Я взвал к Нему вопрос, потому что Он обличил меня в моей неправильной жизни и Он меня спас. Дух Святой обличает. Как много из нас, будучи верующим, уже попадают под осуждение, когда Дух Святой тебе говорит, секунду, секундочку, не нужно так делать. Ты останавливаешься. Поэтому я верю, что Дух Святой Он направляет нас на эти три вещи. На покаяние, правда и суде. Я хочу закончить следующим. Святой Дух обличает людей в том, что им нужен Спаситель. И если вам Он нужен, вы всегда прийдете к Нему. Будете обращаться к Нему. Я понимаю, что я принял Мессию не тогда, когда все встали и сказали молитву покаяния. Я принял Мессию, когда Он, Дух Святой обличил меня в моей неправедной жизни. Также многие из нас проходили тот же путь. Именно чувство в нужде Мессии приводило вас к покаянию. 1 Коринфянам 12 глава 3 стих. Потому что сказано вам «Никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафеме на Ишуа. И никто не может назвать Ишуа Господом, как только Духом Святым. Он нас проводит, говорит нам правду, направляет нас на истину и обличает. Это первый труд Духа Святого, который Он делает в каждом из нас. Обращает грешника к праведности. Он хочет нас изменить, привести нас к Нему, а не отослать в ад». И вот поэтому и существуют праздники, чтобы их праздновать. Этот праздник Шаваот является отображением очень многих картин. Особенно мне нравится то, что здесь отражается единство, закон и Дух, дружба и, как я сказал, уже единство. В этом празднике скрыто все. Это для нас, для мессианской общины и открывает, где евреи и неевреи могут служить Богу Авраама, Цаха и Якова. И не должно быть никому никакого осуждения, те, кто еще о мессии, они служат или живут по духу, а не по плоти. Нам нужно быть вместе. Вот почему мессианские общины, некий микс евреев и остальных национальностей. Я не буду говорить там русские, украинцы, все остальные, хотя по-еврейски говорит Гоим, да, какое-то такое очень жесткое название. Некий микс евреев и остальных народов. Мы являемся исполнением праздника Шаваот. Мессианская община. Мы не претендуем на эксклюзивность, но я хочу видеть исполнение этого праздника как раз вот в таком миксе. Мы просто хотим быть теми, о ком молился Ишуа в Евсимасском саду, чтобы они были едины. Теми, кто принимает Тору как руководство для благочестивой жизни и быть погружены в Дух Святой, в Дух Божий, для того, чтобы быть наученными, наставленными по жизни и благосвестовать в силе Духа Святого, для спасения, во-первых, Иудея и всех остальных. Я верю, для этого и существует мессианская община. Действительно, для спасения евреев. А что, остальные не нуждаются спасения? Посмотрите на Шаваот не просто праздник Торы или излияние Духа Святого. Посмотрите на Шаваот это как единство евреев и неевреев вместе. Исполнение Божьего обещания, Божьей милости, Божьего обеспечения. обеспечения это милость Ему. Я бы хотел, чтобы мы сейчас стали наши ноги. Помолились Ему в направлении Божьего откровения. Возможно было сейчас сделать движняк такой и чтобы помолиться на языках и в действии чтобы мы прорвались от каких-то вопросов. Но самый большой вопрос кто я? Кто мой сосед? Можем ли мы идти вместе помогая друг другу? Падают ли крохи или снопы или колоски моего стола тем, кто в этом нуждается? Или я себя отгородил, сделал особенным, эксклюзивным, любимчиком Бога, все остальные это пропадшие? Зайдите за рамки закона. Оставайтесь с Нем, но зайдите за рамки, сделайте больше. Как я говорю, в рамках закона можно оставить чуть-чуть на пропитание другим, а можно расширить рамки, давать обильно, быть открытым, делать суд праведным, поисполняться Духом Святым, чтобы благовествовать всем людям. И только это отличает мессианскую общину от других остальных общин. Простите, я буду так говорить. Мы крещённые Духом, потому что мы не отвергаем, что в тот день Бог родил свою общину. Мы смотрим на Тору и заповеди в рамках не исполнения только их, а выходя за рамки, делать больше, жить жизнью жертвенной, отдавая своё другим. Я не говорю, чтобы вы всё это сделали, но понимали принцип Шаваот. Это весенние праздники, продолжительность исхода Песоха. Это плоды. И, между прочим, когда Писание говорит о пшенице, шатва пшеницы, всегда говорится о людях, о душах. Сегодня праздник нашей души. нашего спасения, нашего исцеления, нашего примирения, нашего единства. Я очень благодарен, что в этой общине есть евреи и неевреи, как надеясь. кто-то еще возле меня будет похоронен. На самом деле, я буду с тобой до конца. Между прочим, многие неевреи одевали звезды и шли с евреями в концлагеря. они поддерживали их до камер, где их сжигали, потому что они говорили, мой народ будет твоим народом. Это документально записано, поэтому нам нужно быть одним целым. пишу о миссии. Возьмите за руки. Я хотел бы, чтобы это единство было. Единство не просто на словах, поддержка друг другом, исполнение милости. А венуше башимаем Отец Небесный, в этот праздник твоей милости и благодати, твоего закона Госпожия и твоей, твоего духа. Потому что это все вместе. Потому что человек, который живет в твоем духе, он будет почитать тот закон, который ты оставил. Спасибо тебе за эти откровения в книге Рухи, что ты, Господь, предусмотрел другие народы, которые стали частью избавления всего мира. она стала прабабушкой царя Давида, который ты так возлюбил и через которого пришел в машинах и обещания для всего мира. Единство, милость и благость твоя, Господь, вешу о мессии, который телом своим разрушил стену, которая стояла между народами, между нашим народом и остальными. Господь, спасибо тебе, что ты, Господь, обращаясь к другим народам, ты не сгонял вон. И сегодня, Господь, для твоей общины, для твоего народа стоит выбор оставаться в одиночестве или открытыми объятиями для всех народов, где исполняется твоя благодать и милость и твое исцеление. Прямо сейчас твой руах, твой Дух Святой, действующий на этом месте, который излился 2000 лет назад на первую общину. И Господь ты дал свое действие в работу. И Дух Святой сегодня на этом месте, чтобы исцелять, освобождать, давать откровение, примерять. Боже, пускай это происходит сейчас, потому что ты помощник, Дух Святой. Ты помощник здесь, ты рядом со мной, ты здесь, чтобы не только меня обличить в моих поступках, но, Господи, когда я прихожу к тебе, ты даешь мне мое исцеление. Твоя милость сейчас ко мне, в первую очередь, спасибо тебе, спасибо за утешение, спасибо твою милость, спасибо, что твой Дух Святой на этом месте изменить меня. И тому, кому нужно исцеление, простираясь небеса, просить, и да, она будет вам, стучите, и отворится, и Бог покажет вам невозможное, может быть, невероятное, чего ты не видел и не знал до этого. Ты заделаешь мир, ты сделаешь свой шалом на каждом человеке на этом месте, и мы провозглашаем твою благодать и милость сейчас больше, больше, еще больше твоего Духа Святого. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Давайте мы поем, споем это имя, спасение, спасение, пред тобой стаям, ищу, 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 Дух Святой Действия, Господи, Твой Голгофский Крест и Твое Воскресенье из мертвы Дает мне возможность быть устала И просит Твою благодать и милость Как хлеб, который дан народу Твоему, Как кровь, которая падает со стола, Господи, Исцеление Твое сейчас до нас здесь Мы молимся, друг за друга И благословляем друг друга Воложьи Жить Я, Бог, знаю Мы на святой земле Поем хвалу Тебе Ангелы вокруг парят С нами слава славя Свободы, друг, во мне Благодаря Тебе Любви, что дай мне вид Ты на кресте все совершил На кресте Он это сделал В кресте Он это сделал. Проверьте себя сейчас. Он на земле святой, где двое или трое собрались во имя Его, Он посреди них. Посреди евреев и неевреев, других народов. И здесь Он проявляет Свою славу, Свою милость, Свою благодать. В Его кресе, Его общине, составляющих таких разных людей, Он хочет благословить каждого из нас своим прикосновением свыше. Пускай Его благодать течет. Течет, течет Его благодать. Проверяйте себя, проверяйте себя. Ранами Его ты исцелился. Ранами Его ты получил свободу, Не надеющийся на Него, Ни в этом мире, ни в будущем, ни в грядущем. Або мы хотим быть одним новым человеком, Месси, Устрояя миром. Устрояя мир. Кто из вас получил исцеление? Под поднимите руку, под чувству, получил исцеление. Один человек, два, аллилуйя. Ты и человека ищу. Ищу, и спаси в Тебе. Ты святой, ты святой. Ищу, и спаси в Тебе. Сятой, и спаси в Тебе. Сятой, и спаси в Тебе. Почти в Тебе. Давайте воспринимаем. Сятой, ты святой. Сятой, и спаси в Тебе. О-о-о-о-о-о. Святой, святой. О-о-о-о-о. Святой, ты святой. у меня такое ощущение я понимаю, что сейчас оно будет выглядеть, Боже, неадекватно но я прошу, что у вас есть ваши инструменты Писание говорит восплещите Богу вся земля я не хотел бы, чтобы мы просто захлопали мы сделали ритм нашими руками как будто вы идете на сражение некое стремление просто прославить что-то а ты знаешь, кто ты в Боге ибо Он отдел тебе со все оружия противостоять всем тем козням дьяволом вы новое творение я новое творение а ты знаешь, что ты в Боге Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я хочу зачитать вам его Вера же есть осуществление ожидаемого И уверенность в невидимом Ожидание Как долго, когда Это придет, мы не знаем Но мы уверены в том, что это придет И мы говорим о том, что еще невидимое Станет явным здесь на земле И наши ожидания В нашей вере Они будут приводить К большим переменам Субтитры создавал DimaTorzok